Славянск-эко. Мене чем за 10 лет своего существования в районе смог стать не только мощнейшим предприятием муниципалитета, но и войти в отраслевую пятёрку лидеров края. Его функционирование обеспечивает работой более 6 тысяч человек, а планируемые инвестиции позволят увеличить коллектив на треть. Об этом руководство завода должило губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву и главе Славянского района Роману Синеговскому. Глава региона подчеркнул, что модернизация нефтеперерабатывающего предприятия для края – проект стратегический. Делегация побывала и на одном из старейших промышленных предприятий Славянска – консервном комбинате. Глава региона пообщался с работниками комбината и отметил, что хотя модернизация завода позволила полностью автоматизировать линии производства, всё же именно люди остаются важным звеном технологического процесса. Особенно он заострил внимание на том, что для края важно, чтобы переработчики использовали местное сырьё. Это очень важно, чтобы вот в этой баночке, где написано «произведено на Кубань», это принципиально важно, содержимое было кубанское. Кубанское, то есть овощи, именно овощи наших всех хвост-производителей. И вся продукция, которую хотят покупать и жители края, и жители территории страны, потому что настоящая кубанская продукция. И по форме, и по содержанию. Это залог вашей конкретно способности и дальнейшей устойчивости и развития на рынке. Уже в следующем году в Славянске-на-Кубани встроить должна войти новая школа, которая позволит организовать образовательный процесс в городе в одну смену. Ход её строительства проинспектировала краевая делегация. Реализация этого проекта стала возможна благодаря действию краевых и федеральных программ. На сегодня объект готов на 85%. В здании уже идёт предчистовая отделка, благоустраивается территория. В сентябре планировал, чтобы сюда детки уже пошли. То есть основные работы по коробке сделаны. Чашки, прессы. Мне коробку нужно сдать к концу года. А в целом, значит, по сетям, я думаю, начало следующего года. Но сентябре против нас, это же дети помещают. Дедушный работа, да. Да, да, да. Рядом со школой, на площади более 12 тысяч квадратных метров, построят ряд спортивных объектов. Вот у нас северный парк, парковая зона. Есть идея со временем здесь потом поставить забор в плане безопасности. И чтобы все жители, которые рядом живут в ближайших домах, по программе жилища мы строим, строится много многоквартирных домов, чтобы пользовались этим спортивным ядром. Очень правильное решение, потому что, на самом деле, я считаю, спортом люди должны заниматься в любом возрасте и в любое время, удобное для них. Если вы теряетесь в школу от спортивного ядра, то есть возможность заниматься у жителей любого возраста в любое удобное для них время появляется. Я думаю, что, скажем, в 22.00 и в 23.00 вот эти все спортивные объекты будут... Предусмотрено освещение, поэтому без проблем можно будет заниматься. В школе появится актовый зал с современным оборудованием, позволяющим проводить научные конференции и концерты. Это конференц-зал. Это конференц-зал, да. Это, получается, будет сцена, да? Сцена, да. Я бы сказал, что по размерам впечатляет. Это школьный актовый зал. На самом деле его можно и конференц-залом называть, и актовым залом. Достойный будет, я уверен, зал. Многофункциональный. Здесь можно даже конференции целые, научные проводить. И, слава богу, что в школах такая возможность появляется. На самом деле мы должны изначально детей готовить к тому, чтобы они мыслили, чтобы они думали, чтобы они интегрировались в реальную жизнь. Верили в себя, не боялись, в том числе и говорить на большую аудиторию. А вот эта аудитория будет большой. Исполнение поручений губернатора по развитию социальной сферы муниципалитета обсуждали в ходе встречи с активом района. Основец Казахстан сегодня входит в 10-м сильнейших территорий края. 10-м еще, спрятую, он был еще в запрошлом году на 12-м месте. В этом уже на 10-м. То, что сегодня мне показали, плюсовно, говорит о динамике. Положительной динамике развития района. Это видно, кроме два предприятия и консервный завод, который перерабатывает. Для меня важна продукция наших, кубанских сельхозпроизводителей. Я был в районе два года назад. И сейчас, когда мы ехали еще, проговорил о плене вопроса. И помню самые кричайшие моменты по путепроводам. Мы доложили, что все в движении, в проектировании. И через год уж точно заверяют, что проблема будет снята. В своем докладе глава муниципального образования Роман Сенеговский отметил, что за 10 месяцев 2018 года в консолидированный бюджет края на территории Славянского района собрано более 3 миллиардов рублей. А это 82,4% от годового плана. По объему отгрузки продукции промышленного производства в денежном выражении район на текущий момент занимает второе место в крае. Я считаю, основной работой это развитие экономики нашего района. Мы видим точки роста на сегодняшний день. Плоды и ягоды, все это хорошо. Но 20 тысяч тонн, которые мы производим, овощей, этого недостаточно. И ставим перед собой задачи нарастить в крестьянско-фермерских хозяйствах и в личных подсобных хозяйствах производство овощей. Это даст нам дополнительную возможность, как мы уже говорили, и экономику повысить, и рабочие места, значит, и многое другое. Один из вопросов волнующих жителей района – состояние районного здравоохранения. Планомерно решается во всех поселениях муниципалитета, доложил Роман Сенеговский. За 4 года мы отремонтировали практически все фельдшерские и акушерские пункты. Мы отремонтировали благодаря вашей поддержке, поддержке вашей команды, потому что существует программа, в которых мы участвуем. Мы строим ООПы. На сегодняшний день проектируем еще два дополнительных офиса врача общей практики. Мы отремонтировали, сейчас заканчиваем ремонт, значит, нашего детской поликлиники. Мы отремонтировали педиатрическое отделение, значит, и сделан ряд ремонтов. Приятно, что есть хорошие доктора. Для того, чтобы удержать наши медицинские кадры, мы в 2017 году предоставили 8 квартир, и также продолжаем в этом направлении работать. Заместители губернатора доложили собравшимся о состоянии дел в районе в подведомственных им отраслях. Первый заместитель главы администрации края Андрей Алексеенко дал высокую оценку уровню экономического развития территории. Исторический район – это район Труженик, это производственный район. Здесь представлены практически все отрасли, которые имеются у нас в крае. Это сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, даже нефтянка. И, как мы с вами сегодня видели, на самом деле все предприятия имеют, серьезный потенциал к росту, и они развиваются. Ну, помимо того, что касается самого района, самой работы, жилищное строительство, то, что является показателем развития их жизни, наличия жизни в самом районе. 13% в этом году скромно сказал Роман Иванович, они выполняют показатели, не только выполняют, но 13% и перевыполняют по объему жилищного строительства в последствии с прошлым годом. Я уверен, и показатели характеризуют, что рост 29% по бюджету, 13% по жилищному строительству. Уверен, что у района есть серьезный потенциал показывать стабильные характеристики роста и перспективу. Здесь, вот, сегодня, в самом деле, предприятие на эко-нефти, есть инфраструктурное ограничение именно по газу. Да, действительно, объемы, они практически в 5 раз планируют увеличить объем потребляемого газа. Над этим надо работать, но это даст для района еще огромный стимул, огромный потенциал роста в части производства. Поэтому здесь, конечно, надо совместно поработать. Что касается моих направлений, отраслей, которые курируются у меня в блоке, я считаю, что район здесь заслуживает самых положительных отзывов и команды профессиональных. Вице-губернатор Андрей Коробко доложил, что агропромышленный комплекс района демонстрирует серьезные темпы роста. Предприятия отрасли не стоят на месте. Готовится модернизация Славянского комбината хлебопродуктов, в результате которой будет построен соевый завод по производству продуктов и комбикормов. Еще одним крупным проектом в 2019 году станет строительство комплекса для хранения овощей и фруктов. Объемом хранения – полторы тысячи тонн. Сегодня агропромышленный комплекс Славянского района демонстрирует серьезные темпы роста. И вот если взять цифры общие, то объем валовой продукции вырос здесь на 13%. Темпы роста – 113%. Налоговые поступления увеличились на 132%. И район сегодня с одним показателем занимает первое место в Аюль-Манапатаманской западной зоне. Здесь, конечно, молодцы. За счет чего это произошло? В первую очередь, конечно, рассиневодство. Сегодня по результатам уборки мы видим, что цифры выраженности риса с 61 центнера в прошлом году, сегодня выросли в текущем году до 73,3 центнеров. Здесь, конечно, огромные молодцы. И я думаю, что в следующем году, та работа, которая была проведена в этом году, она, конечно, даст хороших результатов. Об исполнении поручений губернатора по развитию социальной сферы района доложила вице-губернатор Анна Менькова. По итогам прошлого визита губернатора в район, Вениамин Кондратьев поручил отремонтировать здание художественной школы в Славянске-на-Кубани, известное жителям города как дом купца Мазепы. Первое основное – это детская художественная школа. Сегодня была на объекте, работы там действительно ведутся. Из краевого бюджета на этот год выделено 15 миллионов рублей. Отчасти мы проведем капитальный ремонт фундамента, кровли, стен. В качестве отдельного, так сказать, помощи из краевого бюджета по отдельной статье расходов вам будет району выделено 30 миллионов рублей на то, чтобы вы завершили эту работу. Также в этом году должен быть закончен ремонт спортивной школы «Юность». Есть положительные изменения и в других направлениях работы социальной сферы, подчеркнула вице-губернатор. В этом году за свой счет они отремонтировали детскую школу искусств в Станице Петровской, поменяли кровлю в музее Краевическом в Славянске, в футореводном идет строительство сельского клуба за счет спонсоров, но вот все это те позитивные изменения, о которых я не могу не сказать, и объективно которых нет в других муниципальных образованиях. И, конечно, есть уверенность, что те небольшие недостатки, которые в районе, конечно, существуют, они будут в ближайшее время устранены. Видна работа по ремонту и модернизации уличной дорожной сети и систем обеспечения населения услугами жилищно-коммунального хозяйства, доложил заместитель главы администрации края Анатолий Вороновский. В 2018 году муниципальному образованию Славянского района было предоставлено субсидии за счет средств краевого бюджета в размере 125 миллионов рублей на выполнение ремонта 53 участков дорог, улиц общей протяженностью 28 километров 650 метров в 13 из 15 муниципальных образований, входящих в состав Славянского района, в том числе по объектам поселений. Венианович, у меня каждая улица здесь расписана, здесь 5 листов, но и глава, и министерство мне докладывают, что объем дорожных работ по уличной дорожной сети 2018 года полностью уже закрыт. И если главы поселения здесь все участвуют, находится, если вдруг какая-то дорога, которая входила в планы, была принята бюджетом в этом году, на ремонт не выполнена, я думаю, сегодня люди обязательно об этом скажут. Район очень активно участвует во всех краевых и государственных церковных программах и выполняет нарекания, замечания, претензий у меня к району нет. Спасибо за хорошую сложную работу. Основная часть встречи была посвящена общению с жителями района, потому что именно они дают самую точную оценку действий власти, подчеркнул губернатор. Самый кратчайший путь прямой, прямой к людьми, с народом. То, что вы будете говорить, это есть правда. Актив района интересовали самые разные вопросы. Один из назревших – низкая пропускная способность дорог района в летний период. Этот вопрос решается на федеральном уровне, ответил Вениамин Кондратьев. В ближайшие годы объездная трасса района будет полностью реконструирована и расширена, что позволит решить вопрос транзита на Крым. Дорога будет федеральная, будет такая же мощная, широкополосная. Проблемы все помочи с развязками, со всем на свете. Ну, время. Еще один принципиальный вопрос был решен на этой встрече. Глава Славянска на Кубани Александр Берстенев обратился с просьбой взять на баланс края мост, соединяющий хутор Турдобеляковский и Славянск, так как его ремонт не посилен для городского бюджета. Мы в этом году сделали экспертизу этого моста. И экспертиза показала, что мост требует капитального ремонта. Но для городского бюджета он неподъемен. Поэтому у меня просьба рассмотреть вопрос все-таки передачи моста в региональный бюджет к краю Автодору. Этот мост соединяет два района или он внутри одного района? Он соединяет два района, но два населенных пункта находятся непосредственно с одной и с другой стороны реки. Фактически это улица. Вы издеваетесь, что ли, ребят? Вот протокол внесите и возьмите его к себе, друзья. Нечего позориться. Говорить будет нечего, потому что... Благоустройство Северного парка – еще один вопрос, который интересовал жителей. Очень хотелось бы, чтобы наш парк преобразился. И вот я знаю, что существует программа по комфортной среде. И хотелось бы, чтобы наш район включили в эту программу. Стоит 150 миллионов парк. Хотелось бы хотя бы за пару лет его отремонтировать. Для того, чтобы этот объект сделать, его проект надо разбить на очереди. То есть должна быть очередность. Потому что у вас стоимость 150 миллионов. Вы должны реально понимать, что столько денег вам за один год... Ну, половину, если дадите на две очереди. Третью часть. Хорошо. Делите на три очереди. Хорошо. Так я не понял ответа, честно говоря, Саш. Ну, за сколько вы планировали его? За два года. Мы подумаем. Я готов. Давайте где-то примерно до 100 миллионов. Мы добросим до 100. Ну, а дальше или проект уменьшаете, знаете, как про охотника. Спасибо, спасибо. А это рыба уменьшает. Много вопросов социального характера интересовали население. В их числе возможность строительства в Петровском поселении быстровозводимого спортивного зала. Организация пассажирских перевозок в городе с учётом потребностей инвалидов-колясочников. По каждому из них глава региона дал поручение проработать механизм реализации. Отвечая на вопрос о возможности строительства в целинном сельском поселении офиса врача общей практики, Роман Сенеговский заверил, что этот объект запланировано построить в ближайшее время. Подводя итог встречи, губернатор края Минкондратьев отметил, что в районе видно взаимодействие населения и власти. Спасибо вам за такой жизненный настрой. Не было злых выступлений, не было негатива, было созидание. В зале было созидание. А Роман Иванович, я хочу вам сказать тоже слово огромной благодарности. Вы владеете сегодня ситуацией, владеете залом. Вы не боитесь зала, вы не вжимаетесь в крест, в этот стул. Вы с ней в максимальном взаимодействии. Значит, каждый день вы чувствуете, чем живет каждая жизнь района. Каждый день вы понимаете их проблематику. И не просто понимаете, что идете до речи. Это хороший показатель качества работы власти на местах. Максимального желания сделать жизнь в районе комфортней, подытожил Вениамин Кондратьев. Мария Климова, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова